Та-да-да-дам! Добавим красный свет для травматичности. Собственно, вы уже знаете историю, что мой полет отменили снова. Два раза подряд за сутки. Я уже нашла, конечно, свой дзен, перепсиховала вчера, но ничего страшного. И это видео о том, что делать в таких форс-мажорных ситуациях, когда виза истекает. Я уже сказала, что у меня сегодня 5 число, сегодня последний день действия моей визы, что мы предприняли, что я по-прежнему осталась в легальном статусе в Великой Британии. Вот на этот специальный имейл в Министерство внутренних дел Великой Британии нужно отправить специальное заявление с просьбой о продлении визы из-за сложившихся объективных обстоятельств. То есть от меня не зависит запрет на авиасообщение, от меня не зависит то, что авиакомпании поголовно все отменяют рейсы. Это был бы косяк, если бы я такая, ой, вы знаете, что-то у меня тут голова заболела, потом, короче, поехали в аэропорт, там что-то с колесом случилось. Это не объективные причины. То, что происходит сейчас, это как бы форс-мажор, да, веление Вселенной. Мы это контролировать не можем, поэтому мы можем подать заявку на продление виз, которые, по идее, не предполагают какого-либо продления, либо смены иммиграционного статуса. Итак, вот на специальный имейл нужно было отправить заявление, в котором мой партнер говорит, что я такая-то, номер паспорта такой-то. Мы даже указали GWF номер, это номер моей анкеты на визу, чтобы можно было найти мои пальчики, отпечатки пальцев. И мы указываем, что мы по-прежнему находимся по этому адресу, потому что квартира в собственности. Он по-прежнему меня спонсирует, то есть оплачивает абсолютно все мои расходы здесь, в Великобритании. И это не то, что я тут такая. Я тут нашла себя британца, и он оплачивает все мои расходы. Нифига. Если я нахожусь так долго в Великобритании, то я должна что-то кушать, должна как-то вообще себя содержать. И если я вдруг решила здесь подзаработать, это абсолютно нелегально, как бы невинно это ни было. Понятно, что многие тут же начинают думать, о, типа, деваху из странной СНГ. Очень часто мы, к сожалению, ассоциируемся с каким-то нелегальным бизнесом. Но даже, допустим, если я начну, не знаю, мыть машины соседей или помогать им с уборкой, это по-прежнему нелегальный заработок. Зарабатывать на территории Великобритании нельзя, вот вообще никак нельзя. Поэтому он заявляет, что вот мои документы из налоговой, что я плачу, получаю столько денег и оплачиваю все ее расходы. Вот она проживает здесь по такому-то адресу. Я перепроверила то, что он отправил в миграционную службу, я даже нашла один косяк. Он написал, she resides, она проживает, а я проживать не могу, потому что я не резидент. Однокоренные слова, reside, resident. Я могу только время находиться, то есть stay, she stays, нужно было написать. Но я думаю, что они поймут, что мы писали это вот прям быстрее-быстрее, потому что, внимание, вот эту процедуру нужно проводить, пока ваша виза все еще действительно. То есть у меня оставалось буквально полтора дня до конца срока действия визы, нужно было делать это максимально оперативно. Итак, что мы приложили? Мы заполнили форму, мы приложили скрины всех отмен моих перелетов, которые были начиная с декабря. То есть вообще все, сколько там было, наверное, шесть. Мы приложили сегодняшнее, вчерашнее письмо о том, что ВИЗ-Р в очередной раз отменил полеты. Мы приложили фото моего паспорта, главную страницу, фото текущей визы, его документы. И указали, что мы просим вынужденно продлить срок действия визы из-за того, что вот такая вот объективная, грубо говоря, ситуация сложилась. Из-за того, что я в дальнейшем буду подаваться на британские визы различных типов, и мне нужно быть уверенной в том, что текущее мое нахождение в Великобритании, которое, ну, получается, могло бы быть нелегальным, никак не повлияет на положительные решения по этим визам будущим, на которые я буду подаваться. То есть я подалась на продление визы, которая, по идее, не продляется, из-за форс-мажора, пока эта виза все еще действовала, то есть время еще было. Мы объяснили, почему так ситуация сложилась, почему эта ситуация объективная, даже если вы думаете, ну, как они могут не знать, блин, про запрет авиасообщения. Блин, да, если вы плохо сформируете абсолютно любой кейс, который вам кажется очень объективным и понятным, типа, ну, это же, типа, здравый смысл. Здравого смысла, ребят, у бюрократов не существует вообще. Нужно прямо как маленьким детям, которые вот в садике, объяснить, что вот это, потому что вот так, а вот это, потому что вот так. Каждый факт, который вы указываете в любой из анкет, всегда нужно прям показывать, вот прямая линия, логика вот такая, и каждый факт подкреплять определенным документом, либо вот в моей ситуации с крином, да. Получается, что моя виза продлена, нам никакого ответа не пришло, но мы позвонили на горячую линию, и там нам сказали, если у вас есть подтверждение того, что письмо ушло, то есть как бы в почте, да, оно есть как отправленное, то все окей, вы можете всегда сослаться вот на этот факт. И возможно, что просто наш почтовый адрес немножко попозже придет бумага о том, что вот все, как бы, ребята, окей, и по идее я буду с завтрашнего дня, хотя виза уже по паспорту не действует, считаться по-прежнему легальным туристом, так сказать. И на самом деле я очень даже рада, что я попала в эту ситуацию, несмотря на то, что были расходы просто какие-то бешеные, может быть и не бешеные, но все равно обидно, согласитесь. Что я на своей шкуре испытала вот эту ситуацию, и даже если мои клиенты попадут во что-то подобное, я уже буду с уверенностью говорить, что им делать, куда писать, какие документы прикладывать, как вообще действовать и не паниковать. Потому что когда ты знаешь, что только в теории, то можно плавать, да, в вопросе, а когда ты на своей шкуре это все испытал, это уже намного проще, и результат будет явно положительным. Поэтому, ребят, всем желаю безопасного туризма, надеюсь, что мало кто попал в такую ситуацию, и все будет хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok